Ребят, с вами Сарваник, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик непосредственно посвящен всем обновлениям, которые у нас уже появляются с завтрашнего дня в игре. Их реально много, много разных интересных. Обо всем по порядку сегодня вместе с вами пройдемся, почитаем. Я выскажу свою точку зрения по всему этому поводу. Ну и начнем, наверное, с самого интересного. Это, конечно же, с новой валюты, с осколков, о которых уже я говорил в предыдущем видеоролике, как только они появились у нас на тестовом сервере. Уже завтра они появляются у нас в игре с рестартом 29 января. И здесь, по сути, расписаны все моменты, как можно их получить, за что, почему. И здесь уже как бы тайминги немножечко получения осколков поменялись, нежели то, что было у нас на тестовом сервере. Исходя из всей этой большой информации, я вам могу сказать так. Так же самое осталось, что за 100 осколков можно их обменять на один контейнер. Но теперь один осколок у вас накопляется за 800 секунд. Соответственно, это я уже посчитал 13,5 минут. И, по сути, есть возможность также, как я уже говорил, получения осколков за миссии. То есть, 30, 50, 70, в зависимости от сложности миссии, можно получить осколки. Осколки, ну и также больше 100 осколков у вас, если я не ошибаюсь, не может быть. Где-то я здесь прочитал такую вещь. Так, 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 но тут я смотрю, что написано еще другая вещь. Чтобы обменять на контейнер количество сколков должно быть кратно. Например, если вы соберете 200 из сколков, то можно получить 2 контейнера, 300, 3 контейнера и так далее. Но здесь почему-то написано о том, что может быть и 200, и 300, но почему-то я до этого где-то прочитал такое, что там при сотке у вас останавливается. Ну ладно, окей, если будут копиться, это хорошо. Это хорошо, что будет даже после сотни дальше полноценно копиться эти осколки. Если увижу по ходу этого видеоролика, а вот написано, как только у игрока накапливается 100 осколков, пассивное начисление останавливается. То есть пассивное начисление это бесплатно 1 осколок за 800 секунд. Но, если, я так понимаю, вы выполняете задание, то эти осколки добавляются. То есть, например, 30, 50, 70 дополнительно у вас осколков может добавиться, а уже само пассивное простое добавление осколков уже не может быть. То есть у вас, как только сотка накапливается, надо сразу же получать контейнер. Ну, здесь все, в принципе, так, как я думал, так и есть. Ну, и понятное дело, что здесь есть уклон на мобилочку, о чем я тоже говорил в предыдущем видеоролике. О том, что, ну, там можно будет за рекламку, там еще за что-то получить. Тут, как бы, об этом и написано, что за рекламу можно будет получить, вот, как вы видите, здесь 10 осколков. Дальше. Очень интересные изменения у нас в матчмейкинге. И уже с завтрашнего дня размер карт и количество игроков зависит от звания. Чем выше звание, тем больше количество игроков. И, как бы, на больших картах вы тогда сможете только играть. Также будут ограничения по игрокам в группе. То есть на больших званиях это также само 3 игрока. На меньших званиях в группу будет уже меньше допустимое количество игроков. Ну и, ко всему прочему, исходя из этой информации, я могу предположить, что у нас вернутся большие карты 16 на 16. То есть будет и 16 на 16, будет и 8 на 8. Возможно, появятся еще и какие-то другие изменения. Там, может, 10 на 10, там, 12 на 12, еще что-то в этом духе появится. Благо, изменений по хп нету никакого. Просто у нас, как бы, будет определенное разнообразие в матчмейкинговых боях. И я об этом говорил уже буквально, ну, не знаю, пару-тройку месяцев назад, когда у нас был разговор с геймдизайнером игры. Если я не ошибаюсь, да, именно такая роль у данного человека. И я эту версию, как бы, предлагал. И вот она уже полноценно реализована. Смена ника теперь тоже в полной доступности. Будет отдельная кнопка. Стоимость смены ника 2000 танкойнов. По сути, как бы, все это самое дело, как бы, уже было известно в видеоблоге. Также здесь звук Крусейдера. Какой-то доработанный. Но это, конечно, здесь неинтересно. Ну и плюс дополнительные изменения. Исправленные баги с приглашением в недоступную пробитву. Исправленные баги, когда после поиска... Ну, короче, в общем и целом, тут какие-то определенные тоже баги исправляются потихоньку. И меня, конечно же, это не может не радовать. Переходим к следующему, друзья. Следующий это ультра уикенд, который, наконец-таки, у нас полноценно стартует. И он стартует еще и с тематическим режимом. Но тематический режим полноценно стартует только в выходные дни. Насчет самого ультра уикенда, я, честно говоря... Ладно, сейчас пройдемся, прочитаем. Будет там написано. Тематический режим. Карта мостик. Вас по смоку. Захват флага 4 на 4. Очень неплохой, интересный режим. И спросите вы меня, почему Вас по смоку. Мы к этому, конечно же, тоже придем. Устройство на смоке будет штурмовые снаряды. Это, я так понимаю, будет дефолтная смока, Которая не будет отличаться от текущей смоки, Которая у нас есть еще пока что сегодня в игре. Дальше у нас ультра контейнеры как бы здесь появляются. Появляются всякие коинбоксы, спецпредложения, Анимированные всякие там краски. Особые миссии на весь ультра уикенд с завтрашнего дня. Двойные фонды и опыт. Это, конечно же, плюсом, как всегда у нас идет. Ну и дополнительно у нас идут супермиссии. Все миссии выполняешь 3 ультра конта. Скрудж, скрудж 30 тысяч кристаллов, 10 тысяч очков, 10 флагов, 150 танков, используя пушка смока, Сыграть на Воспе 150 киллов. Ко всему прочему, я очень сильно надеюсь, Что в этот раз в спецрежиме Можно будет выполнить обе заданки. А не было, как у нас раньше. Иначе, в очередной раз мы вернемся к тому самому Видеоматериалу, который быстро-быстро выйдет На свои просторы ютуба. Поэтому имеем Хорошие заданки. Итого, в сумме, За не столь сложные миссии, Которые можно будет, по сути, Выполнить все в одном Тематическом специальном режиме, Можно получить Сколько тут? 4, 5, 8 ультраконтейнеров. Или 9 даже. Сколько? 1, 2, 3, 4, 5, да. 9, ой, 8. 8 ультраконтейнеров. Неплохо. 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 Очень даже неплохо. Плюс, как бы, еще и звезды, да. То есть, в сумме Тоже порядка 200, сколько, нет, 300, 350 звезд. Тоже, как бы, Неплохая вещь. Неплохая вещь. При том расходе, что все Выпопоняется, как я уже сказал, В одном Тематическом режиме. Ну и теперь, почему же У нас все-таки смока Завтра очень крупные изменения У нас с этой пушкой Выходит в игре. У нас появляется, во-первых, Смоки HD, да, То есть, это такое же самое Изменение в Именно Виде Данной пушки Как и было у нас с Харьком Но дополнительно, ко всему прочему Меняется сама механика пушки И она теперь будет Работать примерно так же Как работает у нас Гаус Написано Гаус, Гром, Вулкан Ну и не знаю, почему здесь Вулкан Гаус, Гром, окей, я согласен Вулкан как бы здесь не к месту Плюс появляются новые устройства на смоку Парализующие снаряды Критическое попадание наносит пониженный урон Но полностью обезбеживает цель Соответственно, с этим устройством Вместо крита Бой танк просто стопится Не знаю, насколько, как, чего, зачем, почему Но он стопится Скорее всего Иммунитет от оглушения Будет, как бы Выключать всю эту остановочку ЕМП снаряды Критическое попадание наносит пониженный урон Но отключает активные припасы Ну, это понятное дело Это тоже как бы с иммунитетом отключает Все это дело Прорезийные снаряды Добавляет снарядом рикошет Ой-ой-ой, сколько всяких разных устройств Разрывные снаряды Такие снаряды могут Парализировать Несколько сразу сплэш уроном Короче, с этим устройством Сплэш урон Появляется дополнительно У смоки У смоки сплэш урон Боже, что-то вообще невероятное Упорядоченная боеукладка Гарантирует, что каждое четвертое попадание По противнику будет критическим Но это такое более дефолтное, наверное, устройство И я думаю, что оно Ну, особо, как бы, ничего решать не будет Из всего этого интересного На... На-на-на-на-на-на-на-на имбу На имбу я могу Ну, поставить, что разрывные снаряды Могут быть реальный имбой Сплэш урон Смока Ну, интересно будет посмотреть Возможно, потестируем Ну, и, возможно, вы тоже хотите что-то увидеть Можете по этому поводу написать Но устройство, как бы Ничего сверху удивительного Но, возможно, какие-то определенные нюансы Они в себя введут Но... Как будет рикошетить смока? Рикошетить смока? Как? Как? Так, мне кажется, опять какие-то будут лаги-баги Из-за вот этого вот Я чисто не понимаю, как это должно работать Рикошетить смока Что-то невероятное, короче, происходит Но, в общем и целом, мы имеем довольно большое количество обновлений Которые, если реализованы правильно То они будут очень даже интересны Завтра Ну, и пишите, что вы вообще думаете по этому поводу Я, в свою очередь Ну, могу, как всегда, сказать, что Какие-то дополнительные изменения Это всегда хорошо Да, что-то новое, что-то интересное Хоть как-то поменяет Матчмейкинг и скучность его Да, с этими дефолтными всеми челленджами Возможно, внесет какие-то определенные интересные коррективы Завтра все будем тестить, смотреть Следите Ну, и пишите свою точку зрения по всему этому поводу Что вы думаете Будет ли это круто, достойно, аппетитно, сочно, нагибаторски Не будет круто И если вы хотите видеть Уже в ближайшем будущем Тесты новых устройств на смоку То обязательно тоже по этому поводу пишите в комментариях У меня, друзья, на этом сегодня все Всем спасибо за просмотр Прожимайте лайки, подписывайтесь на канал С вами был Мистер Ваньков Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока